Мы продолжаем следить за развитием ситуации на Селуре, одном из городообразующих предприятий Харциско. Напомним, что с конца сентября завод находится во временном простое. Канадчики всерьез обеспокоены положением дел, не безосновательно полагая, что эта остановка может и вовсе закончиться закрытием предприятия. В минувший четверг на общем собрании селуровцев возле заводского правкома было подготовлено обращение коллектива главе администрации Харциско с просьбой помочь в запуске производства. Бумага в тот же день попала на стол к Александру Левченко и в тот же день городоначальник предпринял ряд мер. Мною были отправлены письма на главу государства. Этот вопрос озвучен на самом высоком уровне. Вопрос в стадии решения. Он непростой, скажем так. Для работников предприятий, которые временно оказались, скажем так, без заработной платы, нашим Харциским городским центром занятости предлагаются работы временного характера. То есть в различных учреждениях города Харциска. Но это временная мера. Я уверен, что в скором времени заводчане будут нормально работать и нормально получать заработную плату. По информации Харциского центра занятости, за помощью на биржу труда на сегодняшний день обратилось 54 работника завода «Селур». Правда, только половина из них согласилась оставить свои данные для продолжения сотрудничества. К нам участились обращения работников завода «Селур», которые находятся в настоящее время в простое. Но, к сожалению, 50% из тех, кто к нам обратился, отказались вообще заполнять карточки учета лиц, стоящих у нас на учете, узнав о размерах заработной платы, которую мы им предлагаем. Сегодня 19 селуроцев уже трудоустроены на временные работы. В детские сады, школы, коммунальные предприятия Большого Харциска. Селуроцев, Рим. Селуроцев, Рим. Рим.